Если в Ваше поле зору потрапили люди, которые проявляют необгрунтованный интерес к громадских мест, предприятиям, военных объектов, строительства органов власти и управления, терминово телефонуйте в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области за номером 057-734-50. Этот ролик от Службы безопасности Украины появился на всех информационных ресурсах Харьковской области, а также в местах, где может находиться большое скопление людей. Обнаружив подозрительный предмет или оказавшись в районе взрыва, кроме сообщения в милицию, СБУ и другие правоохранительные органы, следует связаться и со спасателями. Помощник начальника облуправления ГСЧС Игорь Лупандин утверждает, их служба работает круглосуточно в усиленном режиме, специалисты отвечают на все звонки и сразу же на них реагируют. Дежурный диспетчер ведет определенную беседу, интересуется, что вы видите в данный момент, какие последствия вы видите. Вы должны помнить одно, что вы уже позвонили, наши подразделения выехали для ликвидации этой чрезвычайной ситуации. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы вы не поддались панике. Вы уже общаетесь, потому что наши диспетчера проходили курсы психологов, они уже с вами общаются, вы становитесь более уверенным и не поддаетесь панике. Второе, для того, чтобы выяснить, какие еще необходимые подразделения туда направить, для того, чтобы не приостанавливаться и ускорить ликвидацию последствий или ликвидацию чрезвычайной ситуации. Специалист по подготовке бойцов отрядов спецназначения Александр Заяц предупреждает, ни в коем случае нельзя пытаться обезвредить обнаруженное взрывное устройство самостоятельно, его даже нельзя трогать руками. Нужно отойти как можно дальше, чтобы не попасть под взрывную волну. В случае же взрыва действовать необходимо быстро, не поддаваясь панике. При взрывах желательно поворачиваться спиной, падать на землю, руками прикрывать голову. Но если есть бронежилет, то руки лучше засунуть в ход себя под бронежилет, потому что мины бывают разной силы, чтобы не травмировать. Сейчас очень много случаев, когда травмируются кисти. Оказавшись во время взрыва в общественном месте, при возможности надо покинуть помещение, говорят специалисты, но при этом не прятаться в близлежащих домах. Командир взвода батальона «Харьков-1» Алексей Байрач ныне раз попадал со своими подопечными под обстрелы террористов. Поэтому уверяют, в таких ситуациях лучше находиться на расстоянии от любых построек. Не стоит, например, забегать в подъезды, прятаться, не стоит прятаться к стене, так как может попасть минно, могут быть обвал стекол, обвал стены. Вы сами понимаете, сейчас новые постройки, конструкция слабая, панельная, она может от взрывной волны быть повреждена, и эти конструкции, которые будут падать, повредят человека. По словам специалистов, именно оконные проемы, угловые комнаты – наиболее опасные зоны в жилых помещениях при взрыве. Там можно попасть под обрушение конструкции, либо пострадать от разлетающихся осколков стекла. Бойцы и спасатели уверяют, лучше пройти к несущим стенам и стоять во внутренних дверных проемах. Также нельзя пользоваться открытым огнем или мобильным телефоном, это может спровоцировать дополнительное возгорание. Эвакуироваться же из помещений, которые оказались в эпицентре взрыва, самостоятельно можно, но только с нижних этажей. В остальных случаях ждать специальные службы и по возможности подняться на крышу. Лариса Говина, Александр Проценко, Агентство телевидения Новости.